Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Луки. И сегодня мы займемся изучением 10 главы этого Евангелия. И первая тема – Христос посылает на проповедь 70 учеников. Что означает число 12 и число 70? В связи с тем, что у Христа были 12 апостолов и апостолы из числа 70. Число 12 указывало на 12 колен еврейского народа, на 12 сыновей патриарха Иакова, которые были родоначальники еврейских колен. Ну, не все они были дети Иакова, но они были родоначальники еврейских колен. А 12 апостолов, они созидают как бы новую церковь, церковь Иисуса Христа, которая имеет отличие от ветхозаветной, но 12 апостолов Иисуса Христа, они в духовном смысле тоже родоначальники разных церковных общин. Потому что каждый из апостолов, он созидал ту или иную общину. Но мы знаем, что апостол Петр основал антиохийскую церковь, римскую церковь, апостол Матфей трудился в Африке, в Эфиопии и в других местах. И в апокалипсисе говорится о том, что перед престолом Агнца поклонение совершают 24 старца. Андрей Кесарийский дает устолкование 24 старца – это 12 сыновей патриарха Иакова, родоначальники Ветхого Израиля, а другие 12 – это апостолы Иисуса Христа, родоначальники христианских поместных церквей, христианских общин. Таким образом, Библия показывает, как от плотского порождения откровение переводит людей в формат духовного порождения. Когда апостол Павел, например, пишет, «Немногие у вас отцы, я породил вас благоествованием своим». И хотя мы знаем, что апостол Павел был безбрачным, когда он пишет послание к Тимофею, он пишет возлюбленному Тимофею, сыну моему. То есть имеется в виду, что Тимофей был его духовный сын, а Павел по отношению к нему был духовным отцом. И в то же время в Писании Христос говорит, никого не называйте отцом. Как это объяснить? Имеется в виду, как Бог, Отец, является Творцом всего сотворенного, конечно, ни один человек не может себя называть таковым. Но у каждого человека есть свой родной отец. Сказано, почитай отца. И у человека может быть духовный отец, наставник. Как Павел и пишет, «Немногие у вас отцы, я родил вас благоествованием моим». Число 70 в иудейском понимании того времени указывало на 70 народов. Евреи верили, что когда в Синарской долине люди пытались построить Вавилонскую башню от земли до неба, и Бог разделил их на языки, Он разделил их на 70 языков. То есть, с точки зрения сопутствующего Библии предания, есть только 70 языков. Конечно, мы можем сказать, что народов больше, но языков может быть действительно 70. Например, белорусский язык, украинский язык, русский язык, болгарский, сербский, польский. Это один язык славянский. Даже арабский, еврейский, древнеассирийский. Это одна языковая группа, семитские языки, родственные один другому. И когда Христос избирает 12 апостолов, Он как бы создает общину нового Израиля по духовному признаку. 70 – это уже указание на то, что и остальные народы будут введены в Церковь Божию. Потому что число 70 указывает именно на все остальные народы или языки. И в Иерусалимском храме было принято на Пасху приносить в жертву 70 бычков для того, чтобы Бог очистил грехи не только евреев, но и всех остальных народов, число которых 70. 70 – в еврейской традиции и в христианской традиции тоже 70. Таким образом, апостолы из числа 12 – это особо приближенные, апостолы из числа 70 – это уже те, через которых проповедь начинается, будучи обращенной ко всему миру, ко всем народам и племенам. А вот 12 – Христос говорит, идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. Они более были сосредоточены в начале своей миссии, а именно на собственном еврейском народе. Но и они потом отрясли прах с ног своих, когда евреи их не приняли, и пошли проповедовать другим народам и племенам. И мы читаем, после сего избрал Господь и других 70 учеников. Что значит после сего? То есть, после того, как Он избрал 12 учеников. И послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел прийти и сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И в случае с апостолами из числа 12, и в случае с апостолами из числа 70, Христос посылает на проповедь подвое. Почему? Потому что, в принципе, нехорошо быть человеку одному. Принцип соборности по возможности он должен осуществляться на любом уровне. И когда двое отправляются на проповедь, они морально очень хорошо влияют один на другого. Человек не чувствует себя в неком таком одиночестве. С ним рядом есть другой верующий. Как и о молитвенной жизни в Писании сказано, если двое-трое попросят о чем-либо, не сомневаясь, то они получат. Следовательно, и для молитвы лучше участие нескольких, и для совершения апостолата лучше участие нескольких. Если семья в библейском понимании это домашняя церковь, то здесь принцип плохо быть человеку одному, а муж должен быть с женой, а жена должна быть с мужем. Полная семья наиболее эффективно воспитывает детей. И напротив, если семья неполная, одна мать или один отец воспитывает детей, то есть некая ущербность в таком воспитании. Потому что нету полноты человеческого бытия перед лицом воспитуемых, а цельный человек это муж и жена вплоть едином. человек не создавший семью в ветхозаветные времена в одни Иисуса Христа считался покойником. Покойником также считался нищий в понимании евреев того времени и прокаженный. Почему нищий считался покойником? Не потому, что он нищий, а потому, что он не мог заниматься благотворительностью, давать цедаку. Вот только поэтому он считался покойником. Он не мог помогать другим, а не потому, что он нищий. Прокаженный считался покойным, потому, что это уже смерть, он заживо разлагался, а не создавший семью считался покойным, потому, что с его смертью обрывался его род, его жизнь не имела продолжения в детях. А дети в контексте всего Ветхого Завета это и есть благословение от Бога. И когда в Библии просто говорится, что Бог кого-то благословит, но не указывается, чем благословит, речь идет только о детях. Только о детях. И никакой речи не идет богатствами и так далее. Богатство Бог даст, но на семью. Он дает детей и благословляет, чем их кормить. Поэтому по мере того, как семья растет, растет и ее материальное благополучие. «После сего избрал Господь других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти и сказал им «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою. Итак, Христос посылает их пред лицом своим туда, куда он намеревался прийти сам, как мы здесь прочитали. Каждый христианин совершает свой апостолат пред лицом Божьим по отношению к тем людям, в жизнь которых Христос хочет войти через нас. Например, когда освящается жилье, то там поются такие слова, что с входом священнослужителей в дом освящаемый входят и святые ангелы. А так как служение ангелов – это прославление Бога, это значит и присутствие Бога обозначено теми, которые всегда ищут славы только Ему одному. «Идите, говорит Христос, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Действительно, выжить христианам в этом мире все более и более проблематично. Современные правозащитные структуры защищают кого угодно, разные меньшинства, только не христиан. На Ближнем Востоке христианам отрезают головы и весь мир молчит. А если где-нибудь в Европе обидят какого-нибудь гея, начинается скандал с немыслимыми последствиями. «Идите, нуждах, и человек, который на службе у Господа, ему не надо думать о чем-то другом. Ну, например, человек призывается на воинскую службу. Что это значит? Это значит, что теперь ему не надо тратить своих личных средств. Государство будет одевать этого военнослужащего, обувать, кормить. Он будет обеспечен всем необходимым. И если у него будут проблемы со здоровьем, то государство берет на себя и эти проблемы. Но это пока ты солдат, пока ты на службе. А если ты дезертир, разве государство, армия, общество обязаны тебя кормить, одевать, обувать? О чем это? О том, что пока мы строго исполняем те или иные религиозные предписания, то Бог проявляет заботу о нас. Но если в нашей жизни возникают трудности, проблемы, это значит, где-то мы уклонились от исполнения апостолата. Я имею в виду апостолат в самом широком смысле слова. Каждый человек совершает свой апостолат, то есть свое свидетельство о своей вере. И не обязательно всем кричать о своей вере. Ты можешь просто жить нормальной жизнью, и это будет очень серьезное свидетельство о вере. Ты симпатичный, интересный человек, окружающие тянутся к тебе, при этом они знают, что ты верующий. Это тоже очень серьезное свидетельство о твоей вере. надо понять вот этот совет никого не приветствуйте на дороге. О чем это? Наоборот, Христос говорил, если вы приветствуете только братьев ваших, что вы особенно делаете? Не так ли поступают язычники? О чем же здесь тогда сказано? имеется ввиду не надо приветствовать никого на дороге, если ты совершаешь свой апостолат, не отвлекайся на другие какие-то проблемы, потому что приветствие в данном случае надо воспринимать в самом широком смысле, то есть не отвлекайся, не отвлекайся, у тебя есть задача, у тебя есть цель, апостолат совершает мать, которая воспитывает ребенка, отец, который беседует со своим сыном, просто христианин, который выстраивает хорошие отношения с товарищами по работе, это тоже очень важная форма апостолата, или школьник верующий в своем классе, и все знают, что он верующий, и его хорошее поведение будет его формой апостолата. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему, и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратиться. То есть мы прежде всего несем свидетельство о мире. верующий человек, христианин, идя в этот мир, он не осуществляет какой-то газоват, он именно несет свидетельство о мире. Он проповедует Евангелие, но слово Евангелие означает благая или радостная весть. Радостная весть. О том, о чем же эта радостная весть, что во Христе Иисусе мы имеем отпущение всех наших грехов. И этой радостной вестью мы делимся с другими людьми. А то, что все нуждаются в прощении грехов, в Писании сказано, все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. И не надо заниматься нам ханжеством, определяя, кто более грешен. Все, в общем-то, находятся в каком-то одинаковом ровном состоянии. Среди нас нету тех, которые там хуже, лучше. Это все очень относительно. Но можно прямо сказать, что в любом случае худшими грешниками являются именно христиане. Почему? Потому что мы знаем, что такое грех, и мы знаем, что такое праведность. И если мы, зная путь истины, искажаем его, не следуем по нему, то наша вина усиливается. Кто знал, но не делал, бит будет больше. Кому сколько дано, с того столько и спросится. И это извинение для людей. Они не знают, что они делают. Помните, как Христос молился на кресте? Прости им, Отец Небесный, он молился за распинателей. Они сами не знают, что они делают. А христиане знают, что они делают. В том числе и тогда, когда они грешат. Поэтому мы имеем, конечно, больше благословений в этом мире через святые таинства, но и спрос нас значительно более строгий. И апостол Павел в послании к римлянам пишет, что благословение Божие во-первых, Иудею, потом Елену. Имеется в виду сначала верующему, потом неверующему. Если человек правильно себя ведет, верующий или неверующий, во-первых, благословение верующему, потом неверующему. И наказание, Божий гнев, сначала Иудею, потом Елену, сначала верующим, потом неверующим. Таким образом, мы как бы все в одинаковом положении пребываем. Да, нам много дается, особенно в таинствах церкви, но с нас совсем другой спрос. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему, и если будет там сын мира, то почаёт на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. На самом деле, в Писании, в Пятикнижии Моисея даже говорится о том, что когда мы идём на войну и подходим к вражескому городу, окружаем его со всех сторон, первое, что мы должны сделать – предложить мир жителям этого города, чужого города, враждующей с нами страны. Таким образом, верующий и в Ветхозаветные времена, и в Новозаветные времена, конечно, он выступает с позиции миротворчества. мир, по-еврейски шаббат – это мир в самом широком понимании этого слова, имеется в виду мир, который объемлет все аспекты человеческой жизни, не только духовные, но и физические аспекты. то есть такое полное умиротворение. И в то же время мир – это одно из имён Господа. Он и есть мир наш – Христос. Поэтому наше свидетельство о Христе должно иметь мирную направленность. Нельзя же агрессивно проповедовать мир. «В доме житом оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Здесь говорится о том, что Бог позаботится о верующих, которые совершают дело Божие, и им не надо будет всё время переходить из одного места в другое, то есть из одного дома в другой, оставаться там, куда пришли и где их приняли. «И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придёте в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Опять же, мы видим, что если нас где-то не принимают, в каком-то городе, мы же не должны сжечь этот город. Мы просто отрисаем прах от нашей одежды, то есть нас не принимают, ну, хорошо, мы уйдём с пустыми руками. Вот что означает отрести прах от одежды. Но при этом мы свидетельствуем, что Царствие Божие уже приближается, приблизилось. Если же придёте в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отрадней, нежели городу тому. Тема Содома и Гаморы, проповедя Христа, она иногда всплывает, и всплывает в том контексте, что в Содоме проповедовал несовершенный праведник, лот племянника Авраама, который сам был несовершенным человеком, поэтому он никого не смог спасти в Содоме и Гаморе. При этом Христос говорит, если бы в Содоме и Гаморе были явлены чудеса, явленные в городах Палестины самим Христом, то эти города стояли бы до сих пор. Они бы покаялись, если бы туда пришёл Христос и стал бы проповедовать с последующими знамениями. Но так как там был несовершенный праведник лот, непутёвый племянник Авраама, то результат был не очень хороший для семейства лота, поэтому Христос часто к этой теме возвращается. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» Здесь Христос начинает говорить о том, что великая катастрофа для тех мест, городов, где не пережили покаяние. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отрадней будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься». То есть, мы видим, что те города, в которых проповедовал Христос, на них ответственность хуже, чем те города, которые были уничтожены по прямому Божьему повелению. И в день суда этим городам будет лучше, чем тем, где не приняли Христа. Почему? Потому что они понесли наказание уже в этой жизни. Эти города были уничтожены. Тир и Сидон, так же, как и Содом и Гомора были уничтожены. А тут действует принцип – заодно дважды не наказуют. Те, которые понесли наказание в этой жизни, почему они должны отвечать еще и в жизни другой. А Капернаум – это был очень гордый город. Здесь не просто отвергли Христа, здесь его хотели сбросить со скалы и побить камнями. И ты, Капернаум, говорит Христос, до неба вознесшийся, да, да, не звергнешься. То есть в своей гордыне они как бы поднялись до неба. Что это значит? Они замахнулись на небо. В каком смысле? Христос же Господь, Творец неба и земли. И не принимая Его, они совершают действия оскорбительные, не только для земли, но и для неба. Далее Христос говорит, слушающий вас, меня слушает. То есть тот, кто прислушивается к наставлениям священнослужителей, он прислушивается к наставлениям самого Христа. Слушающий вас, меня слушает и отвергающийся вас, меня отвергается. А отвергающий меня отвергает пославшего меня. И вот здесь надо понять, что послушание церкви оказывается послушанием самому Христу. Равно как и неприятие наставлений церкви есть вызов самому Христу. Ведь Христос – глава церкви, а церковь – есть его тело. Как священномученик Киприан Карфагенский говорил, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И далее рассказывается о том, как 70 учеников после проповеди вернулись к Иисусу Христу. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть то, что они творили чудеса, они творили силой Божией, не своей. И о чем тут можно было радоваться? Ну, есть только о доверии Бога. А больше им надо было радоваться тому, что их имена записаны на небесах. В понимании древних иудеев того времени у Бога на небесах была памятная книга, куда Он записывал имена спасенных, так называемой книгой жизни, и Бог мог изгладить что-то имя из книги жизни. И на Руси считали так, «Если в воскресенье утром человек заходит в храм, то ангел вписывает его имя в книгу жизни. А если в следующее воскресенье он не приходит в храм, то ангел изглаживает его имя из книги жизни. Ну, если как бы причина несерьезная для оставления храма. Храм в самом широком смысле это и сам человек. Сказано, «Вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Человек в некотором смысле он самодостаточен, и он даже мог бы обходиться без храма, но он не может обходиться без церковных таинств. Потому что автономно, самостоятельно возвыситься до Бога общения человеку очень трудно. Как мы часто вспоминаем вопрос апостолов, которые спросили Христа, кто может спастись, и как он им ответил, человекам это невозможно. Но тут же добавил, «Но не Богу, ибо Богу все возможно». Человек был святым храмом Божиим, когда он жил в раю. А после изгнания из рая человек остался храмом Божьим, но этот храм нуждается в реставрации. И по лицу России, Руси, мы видим многие храмы, которые так и не восстановили. Поэтому, если храм не восстановлен, это оскверненный храм. А что же осквернили в храме души саму душу? Душа – это духовная субстанция, которая представляет огромную ценность в глазах Бога. И действие Духа Святаго направлено прежде всего на душу, ибо Бог есть Дух, и Он ищет общение с человеческой душою, но к спасению призывается вся целокупность человека – дух, душа и тело. Только три мировых религии – иудеи, христиане и мусульмане верят в то, что воскреснет тело. В остальных религиях телу вообще не придают значения. А мы считаем, что если Бог, создав человека, сказал, что все весьма хорошо, это значит оправданием Божьего творения будет всецелое спасение человека. И человеческий дух, душа и тело во всей целостности и целокупности они должны сохраниться к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. И вот этим апостолам из числа семидесяти им надо было радоваться не то, что через них совершает Господь, это доверие оказанное им, но прежде всего тому, что их имена оказались записанными в криге жизни. Далее Христос говорит о том, кому открыта тайна Божия. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Действительно, книжники, фарисеи, самые образованные люди того времени они не приняли проповедь Христа. Весь религиозный эстаблишмент Ветхозаветной Церкви, архиереи и старцы, пересвященники, они не приняли Христа. А простые люди приняли Христа. Его ученики были рыбаки, плотники, пастухи. Один скинхед был, Симон Зилот. Один обменщик валюты, мытарь Матфей. То есть, это были простые люди со сложными судьбами, но вот именно потому, что они не были зацикленными на своем мировосприятии, они, как младенцы, приняли весть о Христе, исправились, изменились и стали апостолами Иисуса Христа. И Христос благодарит Отца Небесного, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл младенцам, то есть, сердца апостолов были, как сердца детей, ибо таково было Твое благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал, все предано мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. То есть, мы постигаем Сына в Отце, и Отца постигаем в Сыне. И мы помним, когда Петр исповедовал Иисуса из Назарета Сыном Божьим, то сам Христос сказал ему, что это Отец Небесный открыл ему эту тайну. Но и самого Отца Небесного мы постигаем в Сыне. Когда один из апостолов попросил Христа, покажи нам Отца, и будет довольна, Христос на это ответил, сколько я с вами, ты не видишь, видишь и меня видел и Отца. А ты говоришь, покажи Отца. Что это значит? Это значит, что Христос есть самое великое откровение Бога о самом себе. И мы постигаем Бога Отца через Сына. Иногда, когда ребенка приносят домой, вот он только родился, все смотрят, на кого же он похож. И говорят, ой, смотрите, как отец и хмурится так же, и лоб у него такой же, ой, и уши такие же. Сын действительно это икона Отца, а по отношению к Христу это имеет непосредственное отношение. В Библии так и сказано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, то есть Он явил характер Бога Отца, раскрыл Его подлинное намерение относительно нас, показал нам, что Отец хочет от нас через свои наставления вере. Дьявол это тот, кто все время наговаривает на Бога, он представляет Бога жестоким деспотом, который сидит в засаде, хочет нас в чем-то уловить, чтобы заключить вечный крематорий. Но Бог Евангелия другой. Евангелие открывает нам образ любящего Бога Отца. Сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Древние иудеи, они трепетали перед Богом, то есть они вполне были богобоязненные люди, и ничего плохого в этом нету, ибо страх Божий начало премудрости, но они не могли осознать любовь Бога по отношению к себе. Они просто не знали, любит их Бог или нет. Потому что рассмотреть любовь Бога по отношению к этому народу было очень сложно. Бесконечный Холокост, бесконечные гонения, преследования, хотя в Писании сказано, кого Бог любит, того и наказывает. Далее Христос говорит о том, что блажены те, кто видит и слышит Христа. Но эти слова относятся и к нам. Мы можем и в наше время, по прошествии почти двух тысяч лет, и слышать, и видеть Христа. И, обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Блаженство верующего скучается в том, что он созерцает Христа очами веры. И он слышит Христа, его голос в своем собственном сердце. И есть даже преимущество верующих теперь от апостольских времен. Христос говорит, блажение не видевшее меня, но верующие в меня. И мы верим во Христа не потому, что он нас убедил каскадом чудес с неба, а прежде всего, потому, что мы возлюбили Христа. А самое яркое свидетельство о божественности Христа – это, конечно, Нагорная проповедь. Ни один другой текст так не свидетельствует о божественности Христа, как Нагорная проповедь, где дается бесстрастное видение божественной красоты, когда Бог одинаково хорошо и бесстрастно относится ко всему творению, посылает свет солнца на праведных и на неправедных и призывает и нас самих одинаково хорошо относиться как к нашим друзьям, так и к нашим врагам. Далее идет притча о милосердном Самарянине. Это самый экуменический текст во всем Новом Завете. Как я вам уже говорил, что вся система взаимоотношений Иисуса Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. Притча о добром Самарянине на современном языке это могло бы звучать там притча о добром Кришнаите или о добром Баптисте или Свидетели Иеговы, потому что самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. Мы касались этой темы, но в другом контексте. Самаряне имели альтернативное место поклонения Богу, не в Иерусалиме, а на горе Горизим. Самаряне имели альтернативное духовенство, сектанское духовенство, они даже имели альтернативное пятикнижие, писание, известное самарянское пятикнижие. Притча о милосердном Самарянине рождается как ответ на вопрос «Кто мой ближний?» И она показывает, что иногда ближним может оказаться человек другой веры. И мы читаем. И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же, то есть Христос, сказал ему в законе, что написано, как читаешь, Он сказал в ответ «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу «Кто мой ближний?» Почему для еврейского законника, книжника, это был очень важный такой вопрос понять, кто мой ближний? Потому что они считали ближними только людей своей веры, только людей своей национальности. Они были замкнуты сами на себя, пребывая в религиозном и националистическом эгоизме, себя любви, по сути дела, даже не догадываясь, что Бог заботится о всем творении, о людях разных наций, разных вер, и Бог заботится не только о людях, Он заботится о птицах небесных, Он заботится о зверях полевых, Он лилию украшает, как сказано в Нагорной проповеди, что Соломон во всей славе не одевался такой красотой, как полевая лилия. Бог промышляет о всем творении, не только о нашей планете. В Библии сказано, что Бог каждой звезде на небе дал имя. Дать имя на языке Библии означает подчинить своей воле, некому, своему замыслу. И есть очень интересная переписка Феофана Затворника с одной дамой, которая написала ему письмо, в котором она спросила, а есть ли жизнь на других планетах? Свидетель Феофан Затворник ответил, да, жизнь может быть где угодно, она может быть и в других мирах, и на других планетах, но если она есть в других мирах, и на других планетах, она должна подчиняться тому же закону Божию. И он начинает рассуждать на эту тему и пишет, может быть есть миры, где грехпадение было хуже, чем у нас, и это такие как бы адские миры, адские планеты, а может быть есть миры, где райское состояние сохранилось, и тамошние обитатели не нарушили волю Бога, это как бы райские миры, райские планеты. Но это не суть важно. Для нас важно то, что на нашу землю сходил сам Сын Божий. Куда-то, может быть, Бог посылал ангела в какой-то мир, на какую-то планету, куда-то пророка, а вот к нам сам Сын Божий сошел, воплотился здесь на земле среди нас. То есть отцы придерживались такого здорового христоцентризма, здорового христоцентризма. Они видели смысл своего существования и всю радость своего существования во Христе. И где-то вот несколько лет назад было сообщение от астрономов, что они наблюдали с помощью новейшего телескопа, как одна галактика столкнулась с другой. Представляете, галактика это огромнейшее скопление звезд и был такой эффект необъяснимый, одна галактика вот столкнулась с другой и взаимно они как бы умертвили друг друга. Наше Солнце с краю нашей галактики. Мы даже не в центре галактики. И наше Солнце не самое яркое в нашей галактике. Таких звезд очень много. Это повод, конечно, для смирения, но сюда сходил сам Господь, что подчеркивает Феофан Затворник. Итак, задан вопрос, а кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон. Что значит шел из Иерусалима в Ерихон? Иерусалим – это благословенный город, а Ерихон – это проклятый город, давайте вспомним книгу Иисуса Навина, когда входили в землю обетованную, то прокляли Иерихон, там семь дней заклятия осуществляли этого города, и стены рухнули, и было даже запрещено там жить. Поэтому этот человек из притчи, он шел от благословения к проклятию. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойником. Если ты оставляешь путь благословения и идешь путем проклятия, то бесы, разбойники нападут на тебя, измучают тебя. И попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Скорее всего, он шел в Иерусалим на службу Иерусалимского храма. Это сейчас много храмов, а тогда на всей планете был один храм Божий, только в Иерусалиме и только на горе Мария. Синагоги, которых было много, не являются храмами у иудеев, это дома учения. И этот священник не остановился, увидев избитого человека, окровавленного. Да, этот человек виноват. Он шел из благословенного Иерусалима в проклятый Иерихон, но он заслуживал и сострадания. Может быть, священник спешил на требу, он должен был, может быть, осветить какую-то колесницу. По случаю, то есть, по какому-то случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, говорит далее Христос, левит это церковный певчий, наверное, он спешил на спевку хора, может быть, за нее доплачивали. В Иерусалимском храме были огромные хоры левитов, они исполняли степенное пение, они становились на разные ступени, сначала пела одна ступень, к ней присоединялась вторая ступень, третья, четвертая, пятнадцать ступеней были, которые вели к святому месту. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. А священнике даже не сказано, что он подошел, посмотрел, просто увидел, прошел мимо. А этот подошел, посмотрел и все равно прошел мимо. Самарянин же некто, то есть точно еретик, точно сектант, самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жарился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. «А на другой день отъезжая», то есть он заботился о нем целую ночь, «А на другой день отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позабудься о нем и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Рассказав эту притчу, Христос спрашивает законника, «Кто из этих троих, думаешь, ты, был ближний попавшемуся разбойником?» Он, то есть книжник, сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты поступай так же». Это великий урок, для нас мы иногда впадаем в религиозный эгоизм, начинаем верить в то, что мы лучше всех остальных на планете, но Христос говорит, что не так все просто. В этой притче Он обнаруживает, что иногда нравственные качества других людей, даже других вер, они более высокие, чем нежели то, что мы можем обнаружить в своей среде. И более того, апостол Павел пишет, «А кто вы призванные? Мало из вас что-либо значущее». Но тут же добавляет, «Но Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее». Поэтому у нас нету повода для гордыни, религиозной тем более. Вообще эти понятия несовместимы. Религиозность и гордость, надмение. Напротив, если мы идем с тезею истиной, мы должны более сострадательно относиться к людям, потому что Христос в своем пришествии пришел не судить мир, а спасать мир. И если мы Христовы, а так мы себя и называем христиане, то мы должны стяжать сострадание Христова, как минимум, проявлять его деятельную любовь. И далее рассказывается о том, как Христос был у Марфы и Марии. Это сестры Лазаря, это событие имело место быть в Вифании, где жили эти друзья Господа Христа Иисуса. В продолжение пути их пришел он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой, у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Но мы знаем, что Христос всегда пребывал в учении, Он что-то людям рассказывал все время, и Он даже говорил, я на это и пришел, то есть, я для этого и пришел в этот мир, чтобы нести людям благую евангельскую весть. И вот Мария, сестра Марфы, она просто села у ног учителя и, наверное, открыв рот, внимательно слушала все, что он говорил. Марфа же заботилась о большом угощении, ведь, как правило, Христос куда-то приходил не один, с ним 12 апостолов, там, какие-то крижники-фарисеи, там, может быть, самарянин какой-то затесался, самый любопытный. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нету нужды, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне? А Мария сидит у ног Христа и слушает, вслушивается в каждое слово, в каждое его наставление, как и мы, читая Евангелие, изучая Евангелие, не хотим пропустить ни одного слова, ни одного наставления, чтобы каждая капля этого источника спасительного, она проникла бы в наше сознание. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же благую часть избрала, которая не отнимется у нее. А теперь давайте вспомним, что этот текст читается в память о Деве Марии. Когда совершается богослужение в честь Девы Марии, читается именно Евангелие о Марфе и Марии. Хотя здесь нету Девы Марии, здесь две сестры Лазаря, Марфа и Мария, но это не та Мария, которая мать Иисуса Христа. Почему же именно это Евангелие читается в честь Девы Марии? Марфа это символ христианского труда, христианского деятельного попечения о других людях. Мария это символ христианской молитвенной созерцательности. Созерцательности, когда душа созерцает Господа, пребывая в молитвенном отдохновении. Таким образом, Марфа и Мария это труд и молитва, которые оказываются рядом. Молитва не бывает без чтения Слова Божия, как и чтение, слушание Слова Божия не бывает без молитвы. Дева Мария пребывала всю жизнь именно в трудах и молитвах, в молитвах и трудах. И когда пятнадцатилетней Деве Марии является архангел Гавриил, он застает ее за трудом, она пряла пряжу. И когда она увидела ангела, веретено выпало из ее рук, это видно на иконе, от удивления, когда к смиренной Деве из Назарета является небесной небожителем. Есть действительно два типа верующих религиозных людей, это тип созерцательный, тип деятельный. Очень редко одно сочетается с другим. Вот в Деве Марии, да, это сочеталось. Чаще верующий человек является носителем или деятельного типа религиозности, или сугубо созерцательного типа религиозности. В Москве есть Марфа-Маринская обитель Милосердия. Ее основала великая княгиня Елизавета Федоровна, которая хотела, чтобы в этой обители труд и молитва, молитва и труд пребывали в неком единении. Чтобы христианство было деятельным, живым, действующим любовью, ибо, как сказано у Якова, вера без дел мертва. Тип деятельного христианина – это, конечно, апостол Павел. Тип созерцательного христианина – это, конечно, Иоанн Богослов. А вот сама Дева Мария, она в себе совмещает деятельное и созерцательное, созерцательное и деятельное. Именно поэтому в память о Деве Марии читается этот текст. Хотя в нем напрямую не говорится о самой Деве Марии. То есть Бог хочет от нас, чтобы мы, будучи людьми созерцательными, занимали активную, деятельную позицию в этой жизни, проявляли бы ее. Как я часто говорю, мы живем так, как мы верим, а верим так, как мы живем. И если нам что-то не нравится в наших поступках, в делах, то мы должны для исправления не пытаться механически одно дело заменить другим, там на место плохого поставить хорошее, не очень получится. прежде всего надо осуществить ревизию своих вероубеждений. Меняя свои вероубеждения, делая их более правильными, мы меняем образ нашей жизни. Христос и говорит, по плодам их узнаете их. То есть вера, она распознается в плодах этой веры. И если плоды наши деяния не соответствуют идеалам нашей веры, мы должны скорректировать саму нашу веру, сами наши вероубеждения. Например, в послании к римлянам апостол Павел прямо пишет, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать всяческие непотребства. Делать всяческие непотребства. следовательно, если мы будем иметь заботу, иметь Бога в разуме, иметь правильное представление о Боге, то непотребства всяческие уйдут из нашей жизни. Это все очень взаимосвязано. Поэтому вот этот образ Марфы и Марии может нас очень многому научить. И действительно, великая княгиня Елизавета Федоровна, она в своем служении воплотила деятельное и созерцательное начало. Она была расстреляна с великими князьями в Алапаевске, по-моему, на следующий день после расстрела царской семьи, которые были расстреляны в Екатеринбурге, и их сбросили в шахту. И туда кидали еще ручные гранаты. И когда белые освободили Алапаевск, они изгумировали тела, которые находились в шахте, и они обнаружили такую вещь. Оказывается, Елизавета Федоровна, сама будучи раненой смертельно, разорвала свой белый апостольник, который у нее был на голове, и сделала перевязку одному из князей, который был еще жив, раненый, то есть до смерти, до последнего момента, эта женщина, она проявляет деятельное христианство, служение Марфы, совмещенное со служением, созерцательным служением Марии. Ибо христианин верит так, как он живет, а живет так, как он верит. Итак, мы окончили сегодня изучение 10 главы Евангелия от Луки. И здесь мы рассмотрели несколько тем. Христос посылает на проповедь 70 учеников. Горе тем, кто не покаялся, слушающий вас меня слушает, возвращение 70 учеников, кому открыта тайна Божия, блаженных тех, кто видят и слышат Христа, и притча о Самарянине и рассказ о том, как Христос пребывал в доме Марфы и Марии. Вы видите, что каждая тема – это очень интересный урок, который предлагает нам некое духовное назидание, наставление, ибо все Писание – это и есть Господне руководство к действию. Как святые апостолы говорят, все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, наставления и исправления. Если мы будем живы, Господь позволит, то следующее воскресенье мы приступим к изучению 11 главы этого Евангелия, Евангелия от Луки. Евангелия, Евангелия historида, Продолжение следует...